Выслушайте помочь. Глава региона Александр Цибульский провел прием жителей Ненинского округа по личным вопросам. Окружная власть старается быть максимально открытой, создавая все условия для прямого диалога с населением. Поделиться своими проблемами с главой региона пришли семь посетителей. Александр Цибульский детально обсудил существующие проблемы с каждым пришедшим. Основной вопрос и самый болезненный – это жилищный. Адреса разные, а проблема одна – ветхость жилья. Фундамент, недопустимое состояние, стены перегородки ограничены работоспособны, крыша и кровля ограничены работоспособны, окна, двери. И в результате было заключение, по результатам обследования установлено повреждение и деформация конструкции зданий, возникли вследствие их сверхнормативной эксплуатации 1958 года строения. Отсутствие профилактических мероприятий, своевременного ремонта. И также огребные ямы под домом. Выводы и предложения. Проведение противоаварийных мероприятий, реконструкция жилого дома экономически нецелесообразна, так как требует технически сложного ремонта, связанного с полной заменой фундамента, кровли, чердачного перекрытия, усилением стен и так далее. Затраты будут сопоставимы со строением нового здания. Дом по адресу Рыбников, 4, пятый в очереди на снос в списке ветхих жилых строений. И проблемы владельцев жилья на контроле у администрации города и округа. Несмотря на то, что в округе недавно, но даже я уже про ваш дом знаю, Рыбников 4, он действительно находится в очень плохом состоянии. У нас он стоит на переселении в ближайшее время. Понятно, что чудес, к сожалению, у меня нет волшебной палочки, которой я могу возмахнуть, чтобы появились новые благоустроенные дома. У нас сейчас будут сдаваться два дома. Это на авиаторах 10-секционный новый дом и на Первомайский дом. Ваш дом будет точно переселен в эти дамы. Это крайний срок, как мы видим, по подрядчикам. Поправьте меня, если я не прав, Владимир Ильич. Мне кажется, до конца второго квартала у нас эти оба дома должны быть сданы до конца второго квартала, 19-го года. В течение года мы должны точно нас переселить, но постараемся, что если мы авиаторов сдадим быстрее, то, может быть, даже это постараемся сделать до конца 18-го года. Но решить проблему одним махом не под силу и руководителю региона. Необходимо решать проблемы в комплексе. И лучше об этом говорить честно. К сожалению, это по закону невозможно. Поправьте меня, если я не прав. Да, все верно. Но когда, я так понимаю, если вы шли по программе социальной ипотеки, и тогда улучшили свои жащие условия, на тот момент обязательства государства перед вами были выполнены, вот в этой части. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, и вы имеете право на расширение, но это уже, так сказать, новая очередь, вам придется вставать в мир. Ситуацию с перевозкой грузов по зимнику Александр Цибульский обсудил с окружными предпринимателями. Частным перевозчикам из НАУ, владельцам большегрузных фур, все сложнее конкурировать с коллегами из соседних регионов. Грузят до 7 вечера, к примеру, да? До 5 грузятся усинцы, а в 7 вечера только загоняемся мы, и вот что осталось, да? Ну, понимаете, самый, ну, образно говоря, дешевый груз. Ну, как бы, все мы везем. Легко весом, да. Ну, тут вам непонятно, что такое легко весом. Ну, самый дешевый груз. То есть они получили вот столько, а мы получили вот столько. Ситуация непростая, но власти округа готовы поддержать окружных автоперевозчиков. И, конечно, я в любом случае буду всегда выступать за, ну, таким, в хорошем смысле, лоббистом интересы нашей компании. Потому что вы же здесь зарегистрировались? Да, в любом случае. Здесь платите налоги. У нас тоже 60-70 человек, многое работают, 60-70. Для нас это прямая, прямая уже заинтересованность, и рабочие места, и налоги. Поэтому здесь нет ничего плохого. Я всегда готов здесь за вас, за вас, что называется, выступать и разговаривать. Общение главы региона с Нарианмарцами проходило в открытом режиме с участием мэра города, окружных чиновников и представителей СМИ. По каждому конкретному обращению Александр Цибульский дал соответствующее поручение. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал Север.